Ответы Путина на пресс-конференции взбудорожили зарубежные СМИ. Зарубежная пресса продолжает реагировать на состоявшуюся в России пресс-конференцию Владимира Путина. Если в самой России больший ажиотаж вызвала 14-я по счету пресс-конференция как таковая, нежели ответы президента, то в зарубежных СМИ именно президентские ответы в данный момент обсуждаются с явной активностью. В американских СМИ, в первую очередь в тех, которые подконтрольны демократической партии, особое внимание обратили на несколько ответов. Одним из таких, будоражащих, стал ответ, где президент России называет американского коллегу по имени и добавляет, что он с ним по трактовке победы над ИГИЛ, террористическая группировка, запрещенная в России, в целом согласен. Это заявление Владимира Путина о понимании Дональда демократические СМИ Соединенных Штатов встретили язвительно. Одним из поводов послужило решение Трампа о выводе войск из Сирии, что уже назвали доказательством влияния Путина на президента США. Информационная служба «Плинбек» сделала акцент на том, что пресс-конференции Путина уже который год отличаются высокой продолжительностью. Добавлено буквально следующее. По своей ораторской выносливости Путин уступает, разве что, Фиделю Кастро, скончался 25 ноября 2016 года. В Британии оказались взбудоражены тем, что Путин заявил об убитом Хашоге и живом Скрипале. В британской прессе сделан особый акцент на том, что президент России ни разу в течение пресс-конференции не назвал фамилий сотрудников групп Петрова и Баширова. Украинская пресса негодует по поводу ответа Владимира Путину за всегда та и такого рода пресс-конференция Роману Цимбалюку. Речь идет о словах российского президента, в которых тот напоминает, что украинская армия продолжает стрелять в своих собственных граждан. Украинская пресса недвусмысленно дает понять, что все люди, проживающие за линией разграничения на Донбассе, своими для Украины давно не считаются. Видимо, проще назвать людей сепаратистами и агентами Кремля, чем наладить диалог и отменить введенную Порошенко экономическую блокаду. Еще больше негатива в зарубежных СМИ вызвало заявление Владимира Путина о том, что Запад сам запутался в отношении к Крыму и проведенному там референдуму. Напомним, что президент России выразил недоумение по поводу введенных против крымчан санкций. Глава государства отметил, что если Запад и Украина считают воссоединение Крыма с Россией анниксией, то почему вводят санкции против проживающих на полуострове граждан? Путин, если анниксией не считают, значит, они признают результаты референдума, проведенного в Крыму.